Забросила меня судьба в Африку. Жил я в небольшой деревушке. Вокруг нее была живописная природа. И отличалась она от нашей природы всем. Выпало на мою долю изучать ее, потому что я зоолог. Вот однажды бродил я в окрестностях деревни, рассматривая диковинные растения, и не заметил, что углубился в джунгли. И вдруг я услышал громкие и звонкие звуки, которые издают слоны. Сначала я не придал большого значения им, но звуки продолжали звучать. Я решил подобраться поближе и понаблюдать за этими огромными животными. Я двинулся в сторону, откуда доносились звуки. Когда я подошел ближе, мне открылась вот такая картина. Среди деревьев стояло пять слонов. Один из них был очень крупного размера, с длинными бивнями. Самец пришло мне в голову. Двое других были поменьше. Наверное, самки. А еще двое были подростками. И наполовину меньше самца. Я увидел, что они окружали какое-то углубление в земле. И поочередно опускали, то поднимали свои хоботы в эту яму. Вынимая из ямы хоботы, они поднимали их вверх и издавали эти звуки. Я подумал, они, наверное, не могут достать что-то. Я наблюдал какое-то время. Но так хотелось посмотреть, что же они там нашли. Да и опасно. Неизвестно, как поведут себя эти животные. Я не выдержал и показался из своего укрытия. Слоны, увидев меня, повернулись ко мне. Вдруг у меня по спине побежал холодок. Я уже стал оглядываться, куда бежать. Но вдруг крупный сломец издал протяжный звук. И все слоны, как по команде, раступились и отошли в сторону. Тем самым, как бы предлагая мне посмотреть в эту яму. Я не решался подойти. Вожок семейства издал еще один короткий звук и указал мне своим хоботом на яму. Я понял, что вожак предлагает мне посмотреть, что находится в яме. Мне стало еще интереснее. И я подавил свой страх, потихоньку двинулся к ним навстречу. Поймав в голове мысль, что не просто так вожак указывает мне на яму. Значит, хочет, чтобы я помог им в чем-то. Только в чем я могу помочь? Думал я. И вот я стою у края ямы. Слоны стояли спокойно и наблюдали за мной. Она оказалась широкой и глубокой. На дне был маленький слоненок, который пытался вскарабкаться по склону ямы вверх и падал снова на дно. Теперь я все понял. Слоны не могли достать хоботами слоненка. И поэтому издавали такие звуки. Быть может, они и призывали кого-нибудь на помощь. Я снял с плечей рюкзак и развязал его. Слава богу, у меня с собой была веревка. На всякий случай. Она оказалась достаточно длинной. Я аккуратно спустился в яму. Склон был почти вертикальный. И мне пришлось спрыгнуть. Слоненок испугался и стал пятиться назад. Но вскоре ему некуда было отступать. Я стал успокаивать малыша. Если так можно назвать его. Он был мне по пояс. И весил, наверное, килограмм сто. Малыш, не бойся, сказал я ему. И стал гладить его по хоботу. Слоненку стало приятно. И он стал успокаиваться. Я погладил его по голове и по спине. Слоненок стал обнюхивать меня. Я обмотал его несколько раз веревкой. И завязал узел на спине. Взял за конец веревки. Встал во весь рост. И вытянул руку вверх. Самец все понял. И ухватился своим хоботом за мою руку. Резким рывком он вышвырнул меня из ямы. В прямом смысле слова. От неожиданности я чуть не выронил веревку из рук. Я поднялся и стал тянуть слоненка из ямы. Но мне оказалось это не под силу. Слоненок оказался тяжеловат. Вожак двинулся ко мне. И ухватился хоботом за веревку. Я отошел в сторону. Слон начал тянуть. Вот и слоненок покатился по земле. Так же как я. Слоненок вскочил на ноги. И подбежал к своим слонам. И уткнулся своим носом в ногу одному из слонов. Я понял, что это была слониха. Она была поменьше вожака. Слониха погладила своего детеныша и, нащупав веревку, попробовала снять ее. Но ей это не удалось. И она издала короткий звук, призывая меня на помощь. Я осторожно двинулся к ней. Подойдя, я развязал веревку и погладил слоненка. Тем самым не заметив, что ко мне подошел вожак. Он провел своим хоботом мне по плечу, слегка, как бы похлопывая. Я застыл. Он поднял свой хобот кверху и издал звонкий протяжный звук. Я понял, что он благодарит меня. Потом он двинулся в чащу жунглей, и все слоны последовали за ним. Слоненок забавно бежал рядом со своей мамой. Я возвращался домой в хорошем настроении духа. «Кому скажи, не поверят», думал я. Самое главное, все хорошо закончилось. Для меня и для слоненка, конечно. Прошло два или три месяца после этого случая. Я снова бродил по джунглям в поиске каких-нибудь необычных растений. И вот джунгли раступились. Передо мной раскрылась равнина с малой растительностью, местами поросшая кустарником. Недалеко от меня спокойно ходили слоны. Я узнал моих новых друзей и помахал им рукой. Вожак приветствовал меня громким и продолжительным звуком, как будто играла огромная труба. Рядом с ним резвился спасенный слоненок. На душе мне стало радостно. У моих друзей все хорошо. И вдруг я услышал рычание. Повернул голову в сторону звука и чуть не обомлел. В метрах 50 стоял лев. А рядом располагалось целое семейство. Они спокойно лежали на траве и грелись на солнышке. Лев был обеспокоен, что я вторгся в его владение и стал медленно приближаться ко мне рыча и оскаливая свою пасть. У меня парализовало руки и ноги от страха. В голове мелькали мысли, надо бежать, но ноги не слушались меня. Да и куда бежать? Он настигнет меня в несколько прыжков. Я уже начал прощаться с жизнью. Но вот я услышал топот бежавших животных. Повернув голову, я увидел приближающийся ко мне слонов. Вожак бежал первый. За ним следовали остальные. Приблизившись, они стали издавать пронзительные звуки, как будто несколько труп трубили одновременно. Лев остановился. И перевел свой взгляд на приближающийся слонов. Он явно не ожидал такого поворота, событий. И стал отступать к своему прайду. Один из слонов отделился и двинулся ко мне. Это была слониха. Со своим детенышем. Они остановились возле меня и стали наблюдать со мной за событиями, которые разыгрались на наших глазах. Остальные слоны двинулись прямо на львов, которые не ожидали такого поворота событий. Львиный прайд стал разбегаться в разные стороны, а слоны, готовые затоптать их, преследовали. Пока они не скрылись в джунглях, слоны успокоились и вернулись к самке со слоненком, где рядом стоял и я. Я был просто в шоке от увиденного. Слова благодарности сорвались у меня с уст. Вожак издал короткий звук и указывая хоботом на дорогу, которая проходила вдоль джунглей в деревню, я последовал по ней. Слоны двинулись со мной рядом, как будто охраняя. Я благодарил их всю дорогу. И вот показалась деревня. Слоны издали протяжные звуки и двинулись в сторону равнины. Я помахал им свет рукой и пошел домой. Вот такая вот история. Если понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.